МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всего месяц оставался Хакасий, чтобы приготовить кошельки и цены на электричество. Уже с января должны были подняться практически в два раза. Заканчивается договор так называемой последней мили перекрестного финансирования, когда часть затрат на электричество за рядовых потребителей платят крупные предприятия региона. Правительство и парламент долго вели переговоры, сегодня вопрос решен. Хакасия останется в числе субъектов с низкими ценами на электроэнергию. Мы с федеральным центром принято решение продлить действие договора последней мили для Хакасии до 2017 года. Для нас это небольшая строчка, которая дает возможность дальше работать, коллеги. Еще одну приятную новость привезли власти республики с московской командировки. Хакасии одобрили бюджетный кредит. Второй за год. Сегодня эта сумма 750 миллионов рублей. Деньги пойдут на погашение коммерческих кредитов. Кроме того, буквально на днях на счет республики должны прийти еще 300 миллионов. На строительство музея. От приятных новостей к проблемным. Виктор Зимин резко осудил ситуацию с маршрутками Абакана. Напомним, забастовка перевозчиков на целый день сорвала движение городского транспорта и заставила людей часами стоять на остановках. Вот этот шантаж. Буду возить, не буду возить. Некоторые даже с депутатскими значками у нас ведут себя так. Долго доказывая населению, как они любят своих жителей. Произошел шантаж. Уберите его вообще с перевозки. И чтоб духу больше не было. Эти автобусы разберут другие и будут возить. Виктор Зимин дал команду министерствам и ведомствам не доводить проблемы до такого уровня. Не ждать реакции главы, а самостоятельно решать, пусть даже спорные вопросы, если они касаются населения Хакасии. Ольга Стельмах, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия. Сегодня в Абакане состоялись публичные слушания по проекту бюджета города на 2014 год. Это обязательная процедура, проводимая для горожан. Затем главный финансовый документ передадут на обсуждение депутатам. В формировании бюджета следующего года применена принципиально новая методика в соответствии с изменениями, внесенными в федеральное бюджетное законодательство. Это программно-целевой бюджет, 87% расходов которого включено в 11 программ по сферам финансирования. Каждая из программ будет иметь паспорт, в котором указываются цели бюджетных назначений, финансирование по годам и ожидаемые конечные результаты. Появился и новый термин «открытый бюджет», то есть документ, адаптированный для восприятия обычными людьми. Такая форма изложения финансового документа позволяет людям разного образовательного уровня не только ознакомиться с содержанием, но и задать свои вопросы и внести предложения. Один из детей, сбитых водителем-наркоманом, по-прежнему остается в коме. Напомним, 21 ноября в группу школьников, которые возвращались с экскурсии, прямо на пешеходном переходе влетела иномарка. Водитель Иван Попов был в состоянии наркотического опьянения. Сегодня прокуратура Хакасии проверяет не только руководство школы и педагога, которого, скорее всего, привлекут к ответственности, но и ГИБДД. Дорожной инспекции предстоит ответить на ряд вопросов. Почему виновника десятки раз штрафовали, но садиться за роль злостному нарушителю никто так и не запретил. Помимо того, что он нарушитель такой злостный, он находился в состоянии наркотического опьянения. Дальше мы будем устанавливать, каким образом человек, принимающий наркотики, мог иметь водительские права. По данным МВД Хакасии, опьянение за рулем носит уже катастрофический характер. Только за 11 месяцев этого года на дорогах республики поймали 9 тысяч пьяных водителей. Причем признал свою вину лишь каждый третий. Остальные нарушители отказались от мета-свидетельствования, настаивая на том, что они в состоянии управлять автомобилем. В поселке Расцвет сегодня прошло открытие надземного пешеходного перехода. Долгожданное событие для жителей, которые практически ежедневно ездят в Абакан и обратно. Раньше участок трассы Енисей возле поселка называли кровавым. Здесь не раз под колесами машин оказывались люди, в том числе и дети. Снизить эту кровавую статистику и призван новый виадук. Репортаж Константина Кравцова. На открытие перехода вместе с властями и строителями пришли десятки сельчан. Для каждого это победа. Опасный участок ежегодно уносил жизни пешеходов. В 2011-м люди даже на полчаса перекрыли федеральную трассу. К слову, в сутки здесь проходит до 15 тысяч автомобилей. Чаша терпения переполнилась, когда в очередной раз на зебре под колеса угодила молодая девушка. Ставьте стационарный пост здесь. Ставьте пост здесь. И все. Делаем для капитального решения, надо делать пешеходный переход. Да, что полный пешеходный переход. Да, давайте пешеходный переход на демон. Особенно утром здесь невозможно, невозможно пройти. Судя по всему, акция удалась. По инициативе Виктора Зимина построен переход. Спустя два года у людей не плакаты в руках, а воздушные шары. На лицах не слезы, а улыбки. Вот он выбор. И здесь уже действительно жизнь наша жизнь, в наших руках. И мы рады за наших детей. Наконец-то нам не надо их встречать, когда они возвращаются за Бакана после каких-то экскурсий, кино и с учебы каждый день. И не боимся, что вот стало темно, как ребенок перейдет дорогу. Проект этого перехода без преувеличения уникален. Подобных ему на федеральных трассах нет. Элементы конструкции индивидуально для Хакасии разрабатывали разные заводы страны. Пролеты из Кургана, колонны из Новокузнецка, ну а крышу изготовили челябинские металлурги. Протяженность перехода почти 70 метров. Для удобства инвалидов он оборудован пандусом. Ночью сооружение обещает светиться, как новогодняя елка. Здесь монтировано более 250 энергосберегающих светодиода. Сегодня в благодарность за работу Виктор Зимин подарил начальнику Байкал-Автодора золотые часы. Но судя по планам организации, главе Хакасии уже сейчас пора готовить еще презенты. Шесть километров освещения будет до города Абакана. Вот отсюда установлено в будущем году. Это будет на самом деле уже интересно. И на самом деле на безопасность движения повлияет очень серьезно. Стоит отметить участок от рассвета до Абакана в проекте агломерации. В ближайшие годы напротив рассвета планируется возвести разные объекты торговли и производства. Константин Кравцов, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Муниципальный дорожный фонд появится в следующем году в столице республики. Он будет сформирован за счет отчисления от акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла в соответствии с Российским бюджетным кодексом. Ожидаемые поступления более 10 миллионов рублей. Их направят на ремонт и содержание городских дорог и дворовых территорий. Сейчас проект решения о создании муниципального дорожного фонда уже представили на рассмотрении Советом депутатов Абакана. Смету его доходов и расходов будут утверждать ежегодно, одновременно с бюджетом Абакана. Этого требует Российский бюджетный кодекс. Хакасия намерена отстаивать пруды и сохранить рыбоводные хозяйства. Об этом сегодня заявил Виктор Зимин. Такую реакцию главы республики вызвал наш сюжет о рыборазводчиках Хакасии. Он вышел в эфир в начале декабря. А проблема в том, что сегодня разводчики в подвешенном состоянии. Четыре года в республике восстанавливали пруды и поднимали предприятия. А теперь Енисейское бассейновое управление через суды расторгает договоры на аренду озер. При этом ссылаются. Выдавать участки для разведения рыбы законного основания не было. Правительство уже готовит письмо в адрес президента России. Виктор Зимин дал слово Кабинету министров до конца года обсудить эту ситуацию в Москве. В Хакасии полицейские изъяли из незаконного оборота более двух килограммов наркотиков. Поводом для проверки одного из домов в селе Кирово стал звонок, поступивший днем на телефон доверия. Звонивший сообщил, что из одного из домов села исходит стойкий запах конопли и ацетона. Полицейские обследовали дом со служебно-розыскной собакой. При обыске был обнаружен и изъят пакет с растительной массой. Экспертиза показала – это марихуана. Вес наркотика составил почти 2,5 килограмма. Хозяин дома, 25-летний неработающий мужчина, на момент задержания находился в наркотическом опьянении. Возбуждено уголовное дело. И в конце выпуска о погоде. Первый настоящий снегопад в Абакане вынудил мобилизоваться экстренные службы Абакана. Прежде всего, это касается ГАИ коммунальщиков. По данным автоинспекции, ночью сильный снег прошел на дорогах в Сорск, Шира, Копьево и Саиногорск. Днем осадки продолжились в других районах Хакасии. По последним данным, всплеска аварий из-за погоды нет. Однако ГАИ не теряют бдительности и советуют это и водителям. В Абакане также обстановка спокойная. Что касается коммунальщиков, то они вышли на работу в полном составе. Они чистят тротуары и подсыпают проезжую часть. Но так как снег не прекращается, результаты их работы практически не видны. Тем не менее, спецавтобаза ЖКХ продолжит чистить улицы сегодня ночью. По прогнозам синоптиков, обильный снегопад продержится до конца дня, а завтра ослабеет. Небольшая вероятность осадков сохранится и послезавтра. Я напоминаю, что наши сюжеты вы можете увидеть и в интернете. Адрес вести.дефисхакасия.рф Не пропустите главного. Увидимся на канале Россия 24.